Всем привет! В прошлом ролике про вот это кресло мы вместе с Авито проводили конкурс на реставрацию или переделку мебели по вашим заявкам. Из всех предложенных вариантов мне больше всего понравился вот этот комментарий с винтажным дубовым столиком. Он и стал победителем. Его зовут Роман, мы с ним списались в инстаграме и там же он прислал мне ссылку на этот дубовый винтажный столик на Авито. Он продавался в моем городе, так что мне оставалось только лишь заехать за ним, оплатить и отправиться в мастерскую, чтобы начать его восстановление. Кстати сказать, на Авито в похожих объявлениях к этому столику я нашел с десяток похожих на него, большая часть из которых в отличном состоянии и не требует никакого восстановления. Так что если вы так же как и я неравнодушны к винтажной или даже к антикварной мебели, то смело отправляетесь на Авито в поиске эксклюзивных предметов интерьера. Ну а я продолжаю разбирать столешницу. Доски хоть и дубовые, но время их не пощадило. Рассохлись прилично, но главное, что их хотя бы не покрутило. Перед тем, как прогонять части столешницы через рейсмус, я зачистил всю поверхность, чтобы проверить, нет ли в ней затаившихся гвоздей или еще чего. Да и тот старинный клей, на который все собиралось, тоже стоит зачистить, дабы лезвия не затупились. Не знаю, чем был покрыт столик изначально, морилка или чем-либо еще. Если знаете, то пишите обязательно в комментариях, что это за краска. Но глубоко в древесину она не впиталась. Так что в результате, чтобы полностью зачистить поверхность, было достаточно состругать на рейсмусе около 3-4 миллиметров. А далее последовала очень осторожная и сверх аккуратная процедура по извлечению ножек с помощью резиновой киянки, которая ну вообще не предвещала беды. Спокойно, это исправимо, движемся дальше. Такой вид крепления столешницы я использовать не буду, так что его отпиливаю и перехожу к зачистке. Для этого я на скорую руку сварганил некое подобие токарного станка из старого движка от стиральной машинки. Но попробовав буквально поработать одну минутку, я столкнулся с ужасным биением. Уж не знаю из-за чего, то ли древесина подсохла и так выгнулась, а может это вообще ручная работа. Так или иначе, зачищать таким методом дальше было стремновато. Для столешницы я использовал ПВА-клей марки Клейберит D3. И чтобы соблюсти ровную плоскость, я взял небольшой кусок ламинированной столешницы и стягивал все на ней. Ну а чтобы ее не выгибало, на местах стыка я притянул небольшие планки из ОСБ. С ножкой было чуть сложнее, так как пришлось прикрутить парочку саморезов, за которые смогла выцепляться струбцина. Клей наберет достаточную прочность в течение часа, так что за это время я могу приступить к ручной зачистке краски с центральной ножки. В процессе шлифовки все-таки стало ясно, что это ручная работа, потому как на ощупь даже чувствуется, что формы не идеальные. Но тем временем час прошел и можно заметить, что клей достаточно неплохо сработал и приклеился даже к гладкой ламинированной поверхности. Уже сейчас дубовая столешница выглядит достаточно неплохо, но это всего лишь начальный этап. Следующий это обработка на ЧПУ. На просторах интернета я нашел для себя вот такой референс, который отличается собственно толщиной столешницы и наличием небольшого ящичка. Первым этапом фрезеровки у меня идет выборка база, в который будет вставляться круглый бортик. И чтобы все правильно спозиционировать, я для начала на жертвенном столе фрезерую круг диаметром 46 см. Положив столешницу на круг, чтобы она полностью его перекрывала, проклеиваем все термопистолетом. Далее ЧПУ сначала выбирает паз, в который будет вставлен бортик, а после вырезает внешний диаметр столешницы. Сразу скажу, что я немного накосячил и неправильно спозиционировал паз относительно центра, но все исправилось с повторной фрезеровкой. С ножками принцип тот же самый, только пришлось немного поработать с формой в векторной программе Coral Draw. А крепить их к столу я уже решил на саморезы, так будет понадежнее. После фрезеровки ножка у основания стала чуть тоньше. Вот казалось бы мелочь, но выглядит куда изящнее, чем было. Да и попросту после фрезеровки ножки стали просто идентичны друг другу. Стенка столешницы будет сделана из 9 мм фанеры, такой же размер и у паза, который мы выбрали на ЧПУ. Чтобы фанера нормально согнулась, нужно сделать частые пропилы с интервалом в толщину пильного диска. Из той же 9 мм фанеры напиливаем внутренние стенки ящика и производим предварительную сборку без клея. На ножках остались отверстия от саморезов, а также имеются потемнения на самой древесине, поэтому с обоих сторон ножек я проклеил дубовый шпон. Он также придаст крепости одной из сломанных ножек. Для этого клея не обязательно использовать утюг, можно просто проглаживать деревяшкой, либо специальным металлическим валиком. Просто у меня в мастерской сейчас недостаточно тепло. Обычным канцелярским ножом обрезаем лишнее, после обрабатываем кромку радиусной фрезой. Для дна столешницы вырезаем круг из 15 мм фанеры. Размер этого круга равен внешнему диаметру паза, который мы фрезеровали. Собирается все на клей и маленькие гвоздики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Крепить ножку к столешнице я буду через вот такую небольшую шайбу диаметром 15 сантиметров. Ее я также со всех видимых сторон проклеил шпоном. Три ножки в пазы заходят достаточно туго, так что я даже не стал затягивать это все струбцинами, а просто залил клеем и аккуратно вбил их молотком. Думаю, что это было даже лишним, но чтобы лучше спалось, на всякий случай прострелил по кругу все гвоздиками. А там, где дно вылезало за края бортика, я прошелся копировальной фрезой. Ну и конечно все видимые фанерные края я обклеил дубовым шпоном. Ящик я сделал из той же 9-ти миллиметровой фанеры. Для дна ящика использовался окрашенный ДВП. Сборка, наклей и гвоздики. И также я проклеил все заметные части ящика дубовым шпоном. Также есть один нюанс. Фасад ящика будет повторять форму окружности столешницы, поэтому на чипу я выпиливаю две детальки с тем же радиусом, что и у столешницы. Сторону фасадика, где у нас пропилы, я закрываю шпоном и приклеиваю весь фасад к ящику на клей, прибивая гвоздиками. Остается установить соответствующую изделию фурнитуру, прикрутить столешницу к ножке и на десерт самое приятное это обработка изделия маслом. На днях столик будет отправлен победителю. Я попросил Романа сделать фотоотчет по прибытию столика, который я выложу в сообществе моего канала. Ну а на этом все. И как обычно, если ролик вам понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok